доброе утро девчонки и ребятки я сижу и уже наверное минут сорок выбираю продукты что заказать иди сюда пожалуйста иди сюда не дал тебе брат сломать железную дорогу иди ко мне как только я хочу снимать приходит короче хочется приготовить чего не вкусненького необычного и я смотрела какие я сохраняла рецепты и смотрела какие продукты мне нужно заказать чтобы это приготовить наушники мои хочешь вот в общем я так накидала что я хочу приготовить ближайшие дни салат с салат из свеклы с орехами вот с яблоками то что я готовлю регулярно потому что лежит свекла ее пора сварить и это хороший вариант потом я сделал бейглы из творога это когда запекается творог в форме бейглов ну как бубликов и потом это разрезается и туда кладется зелень и яйцо и сыр и это выглядит очень вкусно хочу попробовать потом я хочу попробовать приготовить холодец потому что мне сейчас он очень нравится во первых только мне не нравятся эти покупные холодцы которые я беру они очень соленые мне хочется вот именно этой консистенции этого вкуса но без этого дикого количества соли поэтому хочу в первый раз жизни приготовить холодец сама раньше у нас холодец готовила только моя бабушка но в детстве он не да а так вообще холодец чем полезен сейчас очень многие пьют коллаген для здоровья суставы для кожи там для ногтей волос так вот есть одна очень классная альтернатива можно не покупать бада с коллагеном в которой напихано неизвестно чего который очень дорого стоит можно тупо есть холодец и усваиваться это будет гораздо лучше чем коллаген из банки поэтому я бы хотела это на регулярной основе начать есть вот но мои поиски вкусного холодца пока не увенчались успехом возможно у нас есть вкусный холодец на рынке либо же надо посмотреть доставку фермерских продуктов но пока я до меня до этого руки не дошли заказываю по-быстрому из всяких пятерочек перекрестков поэтому ассортимент ограниченный в общем хочу приготовить сама положила в корзину куриные головы и лапы говорят из них вкусно получается вот потом еще запеканку с брокколи хочу сделать там брокколи сыр и морковь и еще что-то не помню что то есть такая без муки потом суп с нутом буду делать очень арина не надо это брать это надо выкинуть очень вкусно выглядел рецепт хочется какие-нибудь сытные супчики готовить не хочется больше вариантов приготовления овощей потому что если аришка ест практически все что ей предлагаю что с артемием я уже очень много лет борюсь чтобы он ел овощи и и микросутра думала о том что когда служишь нутрициологов у которых нет детей они говорят ну вы заставьте ребенка есть но скажите ему что это полезно но вы же взрослый вы тут главный не кормите вы просто ничем больше и все и он будет у вас есть а нутрициологи у которых есть дети говорят но я-то себя хорошо контролирую и не могу свой рацион планировать а с детьми все намного сложнее реально потому что я каждый день кладу арте на тарелку если он съест несколько кусочков этих овощей это большой успех но он любит сырые листья салата сырую морковку а вот когда ты что-то готовишь тушеное вареное ни в какую в общем я сражаюсь я еще вариант так суп с нутом потом тыквенные оладьи тоже минимальное количество муки ты заложила в корзину уже омлет брокколи он прям такой зеленый должен получиться то есть там 50 50 яйца и брокколи запеченная курица но это стандарт часто готовлю простой рецепт и еще яблочные оладьи тоже ну такие ппшные то есть это не то что я прям вот хочу вот сегодня это все сделать это и так накидала это блюдо которые помимо еще каких-то которые я регулярно повторяю вот это хочу добавить меню в общем сейчас окажем с вами вроде все все сложили корзину ничего там больше не надо получается корзина продуктов вышла на 4960 рублей у меня здесь огурцы морковь салат авокадо тыква яблоки двух видов сметана молоко сыр питьевой йогурт йогурт греческий без добавок все берут хорошая фирма яйцо куриное кефир тушка цыпленка а филе вот форель сегодня буду запекать филе фореля креветки замороженные взяла тоже записать арина подожди запишем салат с креветками хочу чуть соскучилась так фили форели запишем тоже в список так ой все убежала так что мы еще сюда в корзину положили творог агуша без сахара белок без сахара ряженка без добавок ватные диски мука цельнозерновая овсянка горошек лапы и головы и томаты протертые все арендовое форме заказ так меньше пакетов хотим спишем 160 рублей бонусов оставался шар и из него булавка ой на столе у ее надо куда-то воткнуть можно было интересно может здесь подожди красные кончиках тут все а вот здесь еще везде красный где красный вот здесь и здесь на этой полоске все красные полоски еще она не вижу это шар ручная работа он очень красивый прям очень-очень не умирали мы некоторые игрушки сейчас буду сейчас убирать и подставку для елки надо помыть и убрать потому что елку и шар вчера вынес на помойку и теперь в детской так просторно я достала аришкин альбом как вчера собиралась стала делать отпечаток ее руки и взяла просто краски для рисования которые были у артемия намазала ей ладошку и после этого мы ее отпечатали на страничке и я подписала какой это возраст хотя надо было делать в год отпечаток но я забыла сделала только сейчас чуть-чуть много воды добавила поэтому немножко смазался рисунок но получилось хорошо арина правда потом очень капризничала потому что она хотела альбом она вообще сегодня не в настроении я вот вставлю маленький кусочек со звуком честно она полдня себя так вела тяжело представляю какой будет у нее кризис трех лет потому что артемий конечно был намного спокойнее в этом возрасте и не истерил из-за того что ему не дают что-то что нельзя брать а арина это прям цель жизни взять что-то что ей запрещали так после аришиного концерта после пробуждения не надо пожалуйста не разматывай мы начали готовить наконец-то уже давно варятся свекла я намыла тут посуду для готовки да и вот там у нас форель не другой сейчас будем запекать закрываем и не так закрываем теперь будем готовить холодильник а ты следующий кроссворд разгадывай давай это уберем это нам нужно 2000 а 31 31 32 Открой крышку, Арина. Такие не страшные. Кто страшный? Ай! Куриные головы. Я из них буду холодец сделать. Надо бы, чтобы они разморозились до конца. Ну, мы их сейчас поварим, и они в кастрюле сразу не поместятся. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжаем готовку. Вот те самые бейглы из творога, про которые я говорила, которые будут с начинкой. Я их сейчас сделала, замешала, и Артемий обмазывает яйцом старательно. Так, у меня уже сварилось свекла, и варится холодец. Ну, это типа будет вариться очень-очень долго, до ночи точно. Если честно, кажется, что ничего не получится, потому что никогда не варила блюда, не готовила, которые вот так вот просто там по 10-20 часов варятся. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. А, кстати, вот наш маленький дегустатор уже съел все. Ему успела я ее заснять. Ест она рыбу с горечкой. Вкусно? По лицу что-то невкусно, но все съела. Жуй! Жуй! Ты чего кривляешься? Вкусно? Вот такие вот твои иглы получились. Это творог. Тут минимальное количество муки. Ой, горячие. В общем, я их планирую вот так вот вдоль разрезать. И класть туда яйцо поджаренное, яйшницу глазуни, салат и тертый сыр. Соответственно, мне надо 5 яиц поджарить. Блин, мне, наверное, не хватит. Я уже столько яиц потратила. Вот, сделал. Ой, треснуло он. А что-то так криво сделал. Еще немножко по 3 стирать вот это вот. Вот, запекла. Не запекла, замешала. Это такая овощная запеканка с сыром будет. Вот надо еще в духовку отправить. Тоже даже вкусно получится. Мне больше эти штучки нравятся. Ну да, а это мы с папой будем делать. И вот готова запеканка. Овощная выглядит максимально аппетитно. Это тут сыр вытек. Буду позже есть ее, когда проголодаю. Сейчас не хочу ничего. Вот эти два проглота сидят и весь день едят. Я весь день готовлю, а они весь день едят. Вот Арина сидит и я вижу у нее омлет на ноге. Арина, подними, пожалуйста, омлет в тарелку. О, а еще я сегодня немножко отъедаю. Да, в общем, они дегустируют. От морковки отъем, от сыра отъем. И Артемию очень понравились вот эти штучки. Ну вот я Арине вон тут половинку дала и еще оттуда яйцо достала. Потому что творога много. Она уже сегодня с утра ела творог. В общем, это Артемия целиком ест. Зашло. Дети, вас не прокормить. Я сегодня весь день у плиты стою, чтобы завтра не стоять. А вы что-то все лопаете и лопаете. Если ты не хочешь, Арина, то положи в тарелку, пожалуйста, свое яйцо. На тарелку положи, если ты наелась. Ну и последнее. Это салат, свекла, яблоко, грецкий орех и немножко оливкового масла. Больше ничего не добавляю. Крышки нет от этого контейнера уже. Закрываю доской. Нежиданно, негаданно, мне повезло. Внезапно Эльшер пришел домой пораньше, аж в пять. И я такая, а что это я буду дома сидеть? Всем до свидания. Я пошла в бассейн. Так что я отправляюсь на тренировку. Было как раз свободное местечко, там тренировки по записи. В первый раз пойду на тренировку на водных тренажерах. Вот это был тренажер. Молодец. Еще какие-то. Не знаю, какие. Для этого нужна специальная обувь. У меня она давно куплена, но еще ни разу я не попадала по расписанию на эту тренировку. Вот пойду узнавать, что это. Просто облом века. Я взяла наушники, чтобы послушать. Здесь музыку, пока иду в бассейн. Та-дам! Куда Арина делала наушники от себя, я не знаю. Надеюсь, не в помойку, потому что недавно мусор выносила. Короче, буду идти в тишине. Какая была классная тренировка. Я прямо получила огромное удовольствие, потому что была хорошая музыка и хорошее упражнение. И я была в обществе людей. Не детей, а взрослых людей. Очень взрослых людей. Там была одна девушка моего возраста. И все остальные были 50+. Сначала даже было немножко дискомфортно до урока. Ну что, я пришла, и там такая толпа бабулек на меня смотрит. Но они, видимо, все время ходят на первый раз. Вот. Но потом пришла тренер. Молодая девчонка. Мне кажется, ей вообще лет 18 прям очень юная. И она так классно провела занятия. Это наслаждение. Я вообще пока в бассейн шла такая. Люди, здание. Такое ощущение было, что я год не ходила по этой дороге. Я шла и все рассматривала. Сейчас я полчаса волосы сушила. Все равно не досушила. Потому что вы влажные. Все такие посушились этими фенами, которые адвончик на голове делают. И уходят. А мне приходится свой брать. И сидеть долго с диффузором. Вот. И это кремами намазалось. Не могу я после бассейна без этого. Не понимаю, как в этой хлорке покупаться. И потом не намазаться всем увлажнением. Я вообще больше обычного наношу. Еще и сыворотку. А то кожа не очень реагирует. Сейчас на улице минус 17. Вообще холода продолжается. Ой, у меня свело руку держать телефон. Прикиньте, насколько перегрузила. Кстати, это занятие, оно было полегче, чем акваэробика. Ну, на которую я хожу обычно. Потому что там я под конец вообще уже не могу делать упражнения. Здесь я сделала все. Сделала технично. Но я сейчас так чувствую свои мышцы. Нагрузка была просто идеальная для меня. Короче, я довольна. Все, иду домой. Ночь на дворе. Тельмень. Иду укладывать. Сейчас приду, как раз Арину буду укладывать уже. Так темно, что вам ничего не видно. Вот видно свет в коридоре. Я лежу в кровати с Иришкой. Не успела я записать конец влога. Не знаю, как камеру. Вот так вот сделаю. В общем, я хотела позаниматься своей алмазной мозаикой. Но надо было сделать гимнастику. Ну, а на осанку вот эти упражнения. Потом там стиральная машина постирала. И сварился холодец. Я там ждала, пока он остынет. Переливала его. Короче говоря, я не успела. И Арина в очередной раз проснулась. И я понимаю, что уже 12 час. Я хочу спать. Пока я ее уложу. Уже будет поздно. Вот поэтому я приняла решение, что я иду сюда к Иришке. Вот я лежу с ней. И сейчас просто почитаю книжку перед сном. И уже буду засыпать. Вот так что... А, из интересного вечером, кстати, у нас отключали свет. И мы с Алишером сидели при свечах. В прямом смысле слова. Но это было минут 15. Но мне понравилось. Это всегда такая какая-то романтика, когда свет выключают. Я на самом деле это люблю, когда это ненадолго происходит. И каждый раз, когда свет включают обратно, потом так грустно, что его так быстро включили. Вот. Так что... Почему не было, не знаю. Второй раз, по-моему, за то время, что мы тут живем, свет отключается. Вот. Все. На этом я влог закончу. Увидимся с вами завтра. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok